Очередное заседание регионального правительства в Рио губернатора Станислав Воскресенский начал с хорошей новости. Регион получит дополнительные средства из федерального бюджета, которые направят на решение социальных проблем, в частности оказание медпомощи. Дополнительно 300 миллионов рублей выделим на здравоохранение в Ивановской области для повышения качества медицинской помощи, прежде всего для оснащения высокотехнологичным оборудованием. Важным вопросом предполагаем оснастить ФАПы и отделение врачей общей практики, комплектами оборудования для проведения различных физиопроцедур. На эти цели направим 5 миллионов. 38 миллионов отдельно выделим на покупку двух передвижных цифровых маммографов. Это проблема почти в каждой областной больнице. Правильно поставить цели и задачи, грамотно распорядиться деньгами региону помогают профильные госпрограммы. Им и уделили особое внимание на заседании. Госпрограммы комплекса социальной сферы требуют наибольшего финансирования – 22 миллиарда рублей, что составляет 70% от всех расходов регионального бюджета. Сквозным и наиболее ресурсоемким мероприятием по всем государственным программам является дальнейшее поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Я напомню, что 2018 год – это срок исполнения обязательств, которые обозначены указами президента Российской Федерации. В целом представленными программами предусмотрено порядка миллиарда рублей на доведение средней заработной платы отдельных категорий работников образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры до уровня средней по региону. Кроме того, в следующем году в два раза будет увеличено финансирование программы по развитию физкультуры и спорта. Наиболее ресурсоемким мероприятием станет завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Роднике. 82 миллиона предусмотрели на эти цели, что не только повысит обеспеченность населения региона спортивной инфраструктурой, но и позволит нам участвовать в дальнейшем в федеральных программах. Кроме того, более чем в два раза увеличивается объем субсидий на развитие базовых видов спорта. В сфере управления ресурсами и дорожным хозяйством основной объем финансирования приходится на Дорожный фонд Ивановской области. Содержание автомобильных дорог – приоритетное и самое затратное направление дорожного хозяйства. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 9-километров участок автомобильной дороги Южа-Талица-Мугреевский в Южском районе. Это первый этап реконструкции с объемом финансирования порядка 80 миллионов рублей. Начать реконструкцию важной транспортной артерии региона, соединяющей областной центр с городом Кохма. Автодороги расположены по улице Ивановская в Кохме. Объем финансирования – 117 миллионов рублей. Также будет продолжено строительство автомобильной дороги Жажливой-Линской, Заложском и Кенешенских районах Ивановской области. В ходе заседания Станислав Воскресенский сделал докладчикам замечание, чтобы в своих выступлениях они отталкивались не от суммы потраченных денег, а от того, как изменится жизнь людей с принятием той или иной госпрограммы. Потому что граждане нам справедливо, вот я когда езжу по району, задают вопрос, что-то деньги выделяются, выделяются, а в чем, собственно говоря, результат. Поэтому я предлагаю нам на будущее госпрограммы докладывать несколько другим образом, что каких результатов мы с вами хотим добиться на период действия этой госпрограммы для граждан. То есть в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере культуры, повышение, например, доступности спортивных учреждений, или там повышение доступности медицинской помощи, сокращение очередей. Я сейчас не настаиваю именно на этих показателях, просто привожу примеры. Станислав Возглесенский акцентировал внимание на том, что в следующем году в полтора раза вырастет поддержка сельского хозяйства со 100 до 150 миллионов рублей. Кроме того, впервые из областного бюджета выделят средства на целевую подготовку педагогов, которые по окончании учебы будут работать в муниципальных образовательных организациях региона. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.